Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вот, давайте попробуем разобраться в том, что вы пишете, вот, и попробуем вам помочь. Вы пишете у нас с моим молодым человеком отношения на расстоянии. Вы знаете, ароним, вот в психологии существует такая позиция по поводу отношений на расстоянии, согласно которой человек, выбирая отношения на расстоянии, выбирает не отношения, а что-то вроде... ну, к примеру, что-то вроде боли, что-то вроде... что-то вроде неблизости, да, что-то вроде... таких недоотношений, вот. И хотя я в целом с этим, наверное, не согласен, то есть я в целом, я скорее не согласен, чем согласен больше с этим. Но, как минимум, как минимум, я всё же предложил бы вам посмотреть на ситуацию вот именно с такой точки зрения, то есть с точки зрения именно того, а почему вы выбрали такие отношения на расстоянии, без, я так понимаю, возможности в скором времени съехаться с человеком, без возможности в скором времени быть, условно, вместе. Вот. Потому что, ну, объективно, на самом деле отношения очень сложно выстраивать, если у людей нет какого-то, ну, не знаю, какого-то предела, может быть, да, то есть вот сколько ждать, сколько ждать, ну, сколько ждать. Понимаете? Вот. Поэтому здесь вот отношения на расстоянии возможны только если есть в перспективе возможность съехать с этой перспективы реально. Дальше. Меня беспокоят его измены. Ну, про измены там дальше вы ещё скажете, я могу сказать, что человек, вот, как вы сами, ну, как вы сами описали, человек не готов вас ждать, как вы говорите. И это говорит об определённой его культуре, об определённом его воспитании. Я не хочу сказать, я не хочу сказать, что он не прав, скажем так. И не хочу сказать, что он прав в том, что он делает. Он делает это просто так, вот он так делает. Он это делает так. И он это делает, потому что он это считает нормально. То есть, вот, для него это норма. Дагс для вести. Для вас, конечно, это... Для вас, конечно, это не норма. Безусловно. Для вас это не норма. Но вы принимаете его нормальное поведение на свой счёт. То есть, вы считаете, что всё дело в вас. Вы на свой счёт принимаете, что человек не просто реализует свои потребности, которые у него есть. А вы считаете, что он оскорбляет этим вас. То есть, вы на свой счёт принимаете то, что человек делает. Это свидетельствует о том, что в некоторых аспектах, в некоторых своих аспектах, вы себя недооцениваете. В некоторых аспектах вы сомневаетесь в себе. И тот факт, что вы на свой, ещё раз повторяю, счёт это принимаете, свидетельствует о неустойчивости ваших представлений о себе. Дальше. Вы пишите, меня беспокоят даже не столько сами измены. То есть, видимо, вы понимаете, что это просто физиология, видимо. Ну, вы об этом не пишите, но, видимо. Сколько его постоянное желание общения с женским полом. То есть, здесь, я так полагаю, вы сравниваете себя с другими женщинами. Ну, я так, вот я так думаю, что вы сравниваете себя с другими женщинами. В этом, ну, как, ну, в этом контексте, условно говоря. То есть, вы, как бы, находитесь в состоянии постоянной борьбы. Либо я, либо они. Причём это вот женщины, да, они в таком неограниченном количестве. Вот. То есть, здесь у вас идёт своего рода соперничество. Своего рода соперничество и своего рода соперничество за мужчину, с которым вы, собственно говоря, находитесь в отношении. Вот. Если это так, то, мне кажется, очень важно было бы рассмотреть вопрос о том, почему вы считаете, что соперничаете с другими женщинами. То есть, откуда вот эта вот идея, да, идея, что вы, ну, что вы соперничаете с другими. Вот. Это очень важный момент. Отношения у нас уже около года. Мы изначально знали, что наш дочь шли, что легко не будет. Ну, вот, мне кажется, что вы не совсем знали наш дочь шли. То есть, если для вас его столь свободное поведение стало своего рода откровением, если, ну, если вам так вот, если вы видите его поведение как вот такое достаточно неприемлемое для себя, то я не уверен, не уверен в том, что для вас это действительно, ну, что вы действительно понимали на что шли. Вот. При том, что я вас сейчас ни в коем случае не обвиняю. Я вот ни в коем случае ничего на вас от вас не дребу. Я просто говорю о том, как обстоят дела. Дальше. Так. Значит, личные встречи примерно раз в два месяца, иногда чаще. И когда отношения только начинались, все более спокойные отношения в его общении с противоположным полом. Мужчина видно и успешно, и, конечно, женщина вокруг есть, постоянные саплы. Ну, мне кажется, здесь скорее гордились своим мужчиной, как неким таким статусом. Вот. И понимали, возможно, в силу новизны, возможно, в силу того, что вы к нему не привязались еще, что вы, в общем, находитесь в каком-то более выигрышном положении, чем они. Я понимаю, что ждать меня месяцами он не может, но вот это вот на самом-то деле достаточно серьезный момент, хотя о нем вы сказали буквально пару слов, а очень жаль, ибо если мужчина берет на себя обязательства, если мужчина берет на себя обязательства по вступлению в отношения, то есть если он с вами в отношениях находится, то он как бы ждать вас обязан, при условии, что, ну, что он, вот, так сказать, из объективно-моногамной культуры происходит, да? То есть если ему, вот теория, ну, культура моногами, если для него, ну, более-менее приемлема. Потому что это происходит так, что мужчины вступают в отношениях, потому что у него появились к вам чувства, если у него к вам чувства, он никого больше не хочет. Вот. А если, значит, соответственно, у него есть желание, то это нужно обсуждать, обсуждать отдельно. Чтобы вы не воспринимали это как что-то ненормальное. Вот. То есть ждать месяцами можно, было бы желание. У него такого желания нет. Важно понять, почему. Поначалу я не особо обращал внимание на его общение с девушками. Но сейчас, когда чувства стали сильнее, и заметьте, чувства стали сильнее вас на расстоянии. То есть я не знаю, сколько вы пробыли вместе. Ну, я имею в виду, вот, именно вместе сколько вы пробыли, какое количество времени вы пробыли вместе. Но ваши чувства, которые стали сильнее, они похожи на то, что вы к мужчине, к мужчине просто напросто привязались. И все. Так. Значит, появился собственнический инстинкт. И меня просто бесит, что он встречается с другими. Ну, собственный чистый инстинкт, это, собственно говоря, ваше желание. Ваше желание иметь, это ваше желание, ваша потребность в том, чтобы мужчина вам принадлежал. Вопрос в том, для чего. То есть его значение здесь для вас приобрело личностный смысл. То есть он для вас стал с любым смыслом жизни. Не единственным, не единственным смыслом, но смыслом. Дальше. Значит, так. Просто бесит, он бесит другим. Ну, тут я бы поисследовал, да, что именно бесит вас. С ним разговаривал на эту тему, говорит, что другие женщины просто развлечение, но любят меня в такое. Что значит развлечение? Вот что вы вкладываете в это понятие развлечения? Когда мы встречаемся лично, я очень счастлива, заботливее и добрее мужчины у меня еще не было. Ну, вот интересно, что вы здесь сравниваете. Очень интересно, что вы здесь сравниваете, как будто бы с другими мужчинами его. Но я в этом, ну, вижу несколько тревожный момент, потому что сравнивание всегда не в плюс идет. Это однозначно. Так. Значит, так. Мы прекрасно проводим время, но когда я уезжаю, у меня начинается кошмар. Я представляю себя вот сейчас с другими, у меня просто паника. От чего? От чего вас паника? Конкретно. От чего вы паникуете? Если он идет куда-то с друзьями в кафе или клуб, я места себе не накажу. Пишу, звоню, не дай бог сразу не ответить, настраиваю скандал. Но, опять же, здесь вы, вы здесь ведете себя так, как будто, знаете, вот от вас вообще, ну, ничего не зависит. Вот так вы себя ведете. То есть, что я имею ввиду, что я имею ввиду, что это все вами такое ощущение, такое ощущение, что не контролируется. От слова вообще. Дальше. 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 Так, дальше. Это нужно, по крайней мере, осознать, почему вы так себя ведете, почему вы правите скандалы. Он пока звезды терпит, но сколько я добрались, не знаю. Понимаю, что его могу совсем замучить скандалами, но у меня просто съедает ревность. Ну, ревность проистекает из нескольких моментов. Проистекает она, а, из чувства страха одиночества, б, из неверности в себе, в, из-за отсутствия глобального личного смысла жизни, г, из-за негативного опыта измен вашего и из-за негативного опыта измен вашей семьи. Ну и плюс такое достаточно акцентированное внимание на сексе. То есть секс для вас имеет особое, особое значение. Дальше. Подавления мне не беспочвенные, тем более, тем более, подавления мне беспочвенные, то есть как бы все это, как так сказать, нарывает. Он, во-первых, сам признался, во-вторых, я видел переписку в телефоне. Ну вот, понимаете, признание, да, вот что для вас означает, грубо говоря, его признание? Вот что оно означает для вас, признание? Вот, я имею, я имею в виду, я имею в виду, вот он вам признался, да, признался в том, что он делает, признался в этом. Как вы это восприняли, то, что он признался? Как вы это именно восприняли? Вопрос. У меня класс. Дальше, значит, так. Так, он считает, что честно со мной. Так, я видел, он считает, что честно со мной, не обманывает. А это правда? А как тогда его признание и в каком контексте они были сделаны? Может быть, существуют какие-то техники, чтобы мне остаться спокойнее в этом плане? Ну, вам нужно, очевидно, снизить значение, снизить значение своего мужчины для себя. Он сейчас для вас слишком важен. Слишком многое от него зависит для вас. Конечно, у меня есть своя жизнь, своё увлечение, хобби. Однако, на немецкий, я постоянно думаю, что он сейчас кем-то. Это значит, что ваши увлечения, хобби и жизнь не так вам важны и не так вам интересны. Нет ничего, что вы ставили бы важнее этого. Это мучит меня и я не хочу доставать его. Потому что, повторюсь, я был очень хорошим и счастливым местом. Но РТН играет свою роль. К сожалению, пока переезд невозможен. Ну, опять же, во-первых, вы не говорите о строках, конкретных строках. Это первое. Второе, ну, второе заключается в том, что вы, как я уже сказал, у вас есть некоторые проблемы с реализацией. Реализацией самой себя, своих, ну, своих желаний, своих уценок и так далее. Есть такая, мне кажется, проблема. Вот. И, соответственно, это все вместе играет определенную роль. Плюс, вы явно здесь пытаетесь мужчину контролировать, вот, чтобы он там чего-то не сделал такого. А это, соответственно, говорит о недоверии себе. То есть, вы сами себе не доверяете, а через человека пытаетесь обрести вот это вот, ну, вот это равновесие, которое, ну, которое он вам дает, мужчина, я имею ввиду. Вот. Такой, соответственно, аспект здесь. Вот. Ну и вопрос, методики нет. Методик нет, потому что это именно психотерапия, это именно работа с самым больным вашим, это именно перенаправление своей энергии в русло, другое, более личностно, то есть, ну, более личностно, собственно. Вот. Это именно вот работа в этом направлении, только туда, вот в ту сторону. Вот. И плюс, ну да, можно, конечно, говорить о определенном изменении поведения, но без без работы с субъективными аспектами ничего хорошего не получится из этого, и, в общем-то, проблема решена по-предним, по-предним не будет по факту, потому что, ну, потому что все это будет все равно вас беспокоить, и все это будет все равно вас мучить. Вот. Другой вопрос. Что вы можете действительно сделать, это вместо того, чтобы, ага, значит, ну, вместо того, чтобы устраивать скандалы, вы можете предпринимать совсем другие попытки, другие решения, вы можете, работая с субъективной стороной, вы можете менять поведенческую модель, вам это будет проще сделать. Вот. Ну, ревность, это, в целом, именно, вот, про неуверенность в себе и про, значит, ну, как бы, про реализацию, да, вот, как бы, ну, про отсутствие такой, ну, про отсутствие реализации, скажем так. Вот. И я думаю, я думаю, что в этом ваша одна из основных проблем. Вот. То есть, именно реализация, то есть вам нужно, на мой взгляд, пересмотреть то, что вы делаете, вам нужно пересмотреть то, чем вы занимаетесь, вам нужно оставить или найти то, что вам по душе, то, что вам нравится, то, что вам интересно. Вот. И дальше, соответственно, этому больше уделять внимание. Вот. Потому что, потому как, вот эта история, да, она демонстрирует, что она демонстрирует, что мужчина для вас, он слишком, ну, слишком важен, слишком ценен, слишком нужен вам. Вот. И вы в нем растворяетесь. И растворение, ну, как бы, ну, ни к чему хорошему, в общем и целом, никогда не приводит. Вот. И это не нравится мужчине. То есть, вот, знаете, здесь стоит вопрос, какой, какого плана стоит вопрос. Вопрос стоит такого плана, насколько вы сами уверены, да, в том, что делаете, насколько вы, вот, подвергаете сомнению свои действия. Понимаете? То есть, вот, именно, где протекает та грань, где проходит та грань, когда, когда, мужчина, да, ну, например, мужчина, ну, должен, вот он должен, вот он должен, он должен, да, он должен делать, как бы, ну, то, что вот вы, ну, хотите, то, как, 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 как вот вы, значит, ну, как вы считаете, вот, где та грань, понимаете, какая штука. Вот. Это очень, на самом деле, это очень важный нюанс, это очень важный момент, момент, вот. На мой, на мой взгляд, по крайней мере. И работа, она, в общем-то, в общем и целом, ну, ведется вот в этом направлении, направлении, как бы. Она ведется именно, вот, именно в этом направлении ведется работа. Именно в этом направлении вам нужно двигаться, именно туда. Вот. Именно вот в ту сторону. Знаете, как, какая штука. Вот, поэтому я думаю, я думаю, что вам нужно, ну, как бы, ответить на вопрос примерно так, вот, примерно, примерно, примерно в таком формате, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы, собственно, да, задаётся, вот, вот, я думаю, что такой можно дать вам ответ, вот, я думаю, что так можно вам ответить на вопрос, я надеюсь, что мой ответ вам понравился, вот, я надеюсь, что вы что-то новое, что-то новое для себя извлечёте из моего ответа. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи и надеюсь, что ситуация вообще разрешится. Спасибо.